Добрый день. Сегодня с утра уже были жаркие дискуссии по поводу будущего подписки в России. Это просто хайп или у этого действительно есть будущее. Уже аудитория была разогрета, поэтому я, наверное, пропущу несколько слайдов про трансформацию. То, о чем мы говорили раньше, что было раньше важно для потребителей и так далее, про все эти цифровые вещи, сегодня говорили уже очень много. Я, наверное, сэкономлю на этом время, расскажу о том, как мы запустили сервис по подписке в России, что у нас получилось, что у нас не получилось, какие факты мы можем уже представить сегодня по истечении нескольких месяцев работы с этим сервисом, кто наши клиенты, какая роль дилера в этом всем, как это все работает. И я постараюсь это сделать побыстрее, чтобы, может быть, у нас осталось больше времени на дискуссию и вопросы, потому что вещь интересующая многих, и у каждого есть свое мнение. Надеюсь, что какие-то факты, которые я сегодня расскажу, может быть, изменят чье-то мнение, может быть, кто-то утвердится еще больше в том, что думал до этого доклада. Соответственно, сервисы по подписке в мире — вещь не новая, существует уже несколько лет в Европе и в Штатах. Автопроизводители действительно идут навстречу к потребителю, пытаются создавать некие альтернативные каналы владения и использования автомобиля. И с гордостью могу заявить, что Volvo — один из сервисов, один из брендов, который эти сервисы тоже создает. Немножко цифр мировых. Два года назад при запуске в Штатах мы продали все подписки, всю годовую квоту за 4 месяца. То есть спрос превысил предложение. В Германии сервис развивается очень успешно. И ожидается, что в ближайшие годы, в ближайший год, к концу этого года, мы достигнем 10% от общего объема продаж Volvo, что очень много на рынке, который имеет развитый оперлизинг для физлиц и очень большое количество игроков, которые на нем участвуют. То есть цифры очень-очень обнадеживающие. Соответственно, создавая такие вещи, такие продукты для клиентов, мы говорим о неком сдвиге парадигмы. Если автомобиль раньше воспринимался исключительно как продукт, и все строилось, вся концепция продажи, продвижения, работы строилась вокруг автомобиля, вокруг вот этой вот железки, и мы соревновались друг с другом, разные производители, предлагая автомобиль. У кого-то быстрее, у кого-то комфортнее и так далее и тому подобное, то сейчас мы сдвигаемся абсолютно в другую область. Мы начинаем рассматривать автомобиль как сервис. Мы идем навстречу клиенту, и другие индустрии, которые уже трансформировались, заставляют нас это делать. Хотим мы это или нет? Нравится нам это или нет? Привычно ли нам было жить как раньше и удобно или нет? Мы начинаем переходить абсолютно в другой мир, он не наступит сразу. Естественно, мы прекрасно понимаем, что такие формы использования автомобиля не заменят классические в ближайшее время. Если говорить о компании Volvo, то мы считаем, что только к 2025 году глобально, может быть, 50% реализации автомобилей будет через подобного рода каналы. Классический канал не исчезнет в ближайшее время. Говорить, что наступит светлое будущее завтра и все начнут подписываться? Нет, мы так не считаем. Мы считаем, что нужно больше времени для клиентов, чтобы привыкнуть к неким новым формам взаимодействия с машиной, к неким новым формам взаимодействия с сервисом. Но мы к этому стремимся. Собственно, это то, что происходит в мире. А что мы сделали, какой следующий шаг мы сделали в России? Что мы попробовали? В июне этого года мы создали сервис Volvo Car Drive. Это пилотный проект на небольшом количестве автомобилей по подписке. Смотрите, наша задача была пойти именно от потребительского запроса и создать что-то, что отвечает именно на запрос потребителя. Все вокруг машины. Клиент пользуется. Клиент не думает о сервисе. Клиент не думает о доставках в сервис. Клиент не думает о регистрациях, постановках на учет и прочих всех вещах, которые уже сейчас неудобны. Люди не хотят тратить на это время. Ценообразование абсолютно прозрачное. 59 500 в месяц с НДС для конечного клиента. Собственно, какие цели мы преследовали, создавая этот сервис? То есть мы хотели создать подписку на автомобиль обязательно через цифровой канал. И так как это пилот, мы хотели сделать это с минимальными инвестициями на первом этапе. Здесь, конечно, много было боли, слез и внутренней борьбы, потому что хотелось какие-то вещи сделать идеальней, чище, лучше и так далее. Но здравый смысл говорил о том, что нам важна скорость и нужно искать разумный баланс между идеальным продуктом и первым MVP, который мы готовы выкатить на рынок. Какие мы вещи пытались протестировать? Мы хотели протестировать новую бизнес-модель. И мы хотели посмотреть, возможно ли именно в России выстроить ту большую цепочку поставщиков и подрядчиков, дилеров и привычных нам игроков рынка абсолютно в другой последовательности. Будет ли это работать и готовы ли наши коллеги из смежных индустрий идти на такой смелый шаг? Мы пытались протестировать потребительское поведение и проверить на практике гипотезу, что часто удобство важнее, чем владение. Действительно ли так важно человеку владеть машиной или удобство превалирует? Он перечеркивает какие-то вещи, которые связаны с важностью владения. И мы прекрасно понимаем, что многие люди говорят, да, мы хотим владеть или наоборот, ой, это интересная вещь, я бы купил. Но мы прекрасно понимаем, что вот эти вот ответы, они не особо ценные до тех пор, пока потребитель не проголосовал рублем. То есть нам нужно было посмотреть, а сколько реально готовых людей и готовы ли вообще люди говорить не то, что да, это классно, интересно и ново, а именно заплатить за этот сервис. И мы хотели посмотреть, а как много вообще таких людей, готовых это платить, какой будет отклик. Мы получим 2-3 энтузиаста или мы получим более широкий отклик от аудитории, готовой приобрести подписку на автомобиль. Так вот, первые цифры, первые результаты. Что мы получили? Все автомобили были переданы за 2 месяца. Я изначально думала, что я буду это все реализовывать до конца года 2019-го. В общем-то за 2 месяца все ушло. Автомобилей на первом пилоте было немного. У меня было всего 50 единиц. Я понимаю, что, наверное, это не самая большая выборка. И я понимаю, что, возможно, в этих цифрах есть некий процент очень активных клиентов, которые, может быть, более импульсивно принимают решения. Но все же это не 2 автомобиля, не 3. Это 50, Volvo и XC60. Мы ожидали, что этот продукт будет пользоваться популярностью среди нашей лояльной аудитории, среди клиентов Volvo, которые давно в бренде, которые давно с нами и с нашими дилерами. Но цифра оказалась абсолютно иной. Мы получили 86% новых клиентов. То есть из 50 подписок, которые мы реализовали, всего 7 человек зарегистрированы в наших базах. Эта цифра, в общем-то, очень интересная. Опять же, запуская такой продукт, как подписка, у которого нет никакого финансового обеспечения, в отличие от кредита, например, лизинга и прочих залоговых вещей, которые добавляют тебе безопасность. И вот это ощущение безопасности, что ты не просто кому-то отдал очень дорогую, большую, красивую машину и на ней куда-то уехали. И тебе не платят. Мы закладывали для себя большое количество, высокий уровень риска, не платежей. Вот на данный момент прошло 4 месяца. Тьфу-тьфу-тьфу, у меня нет ни одной просрочки. Мы собираем по расписанию каждый день, ну в зависимости от графика платежей, все платежи от клиентов. Списывая с привязанной к личному кабинету карты. И пока все проходит хорошо. Также мы очень сильно волновались, а что у нас будет с геозоной. Не уедут ли наши автомобили в Казахстан, например, откуда они уже никогда не вернутся. Не разберут ли их на запчасти. И что у нас вообще будет с пробегами? Потому что подписка предполагает, естественно, некое ограничение по пробегу, иначе мы никогда не сможем спрогнозировать остаточную стоимость автомобиля. Мы заложили 30 тысяч километров в год, как разрешенные, но не более 4 тысяч километров в месяц. Это ограничение мы как раз тоже вводили для того, потому что мы боялись таксистов. Ну и того, что такие машины могут быть интересны для такси в том числе. Отслеживали треки первые 4 месяца. У нас нет превышений по пробегу, все в норме. Те физические треки, за которыми мы смотрим, а мы посмотрели за всеми 50 машин, их не так много, это очень легко. По характеру передвижения они не похожи на такси. То есть это действительно использование автомобиля клиентами в личных целях. Потому что в основном это дом-работа, работа-дом и так далее. То есть треки очень похожи. То, чего я опасалась больше всего, выходя 1 марта, вернее, заходя 1 марта в большую переговорную у нас в офисе, это реакция дилеров. Мы пригласили всех московских дилеров для того, чтобы объявить, что мы такого рода запускаем продукт. Участие дилеров в подписке на автомобиль было абсолютно добровольное. То есть это не принудительно, то, что если ты московский дилер, то вперед. Нет, это абсолютно было добровольное участие. Я ожидала максимум одного-двух дилеров, которые согласятся в этом всем безумстве поучаствовать. Согласились все. У компании Volvo на тот момент было 7 дилеров. И все семеро вошли в подписку. Более того, я ожидала очень негативной реакции и такого некого растерзания со стороны дилерского сообщества, что я залезаю вот куда-то в ту зону, которая является чистым дилерским бизнесом, уже десятилетиями укоренившимся. И зачем вот это вот все нам нужно? И я ожидала негатива. Нет. На самом деле, вот на прошлой неделе у нас была дилерская конференция. Наша ежегодная. Самый часто задаваемый вопрос, Оксан, а где еще машины? Давай еще. Это реакция московских дилеров. Дилеры Санкт-Петербурга и некоторых городов-миллионников тоже достаточно активно хотят получить автомобили и участвовать в этой программе. Причин на самом деле очень простая. Сейчас очень сложная конкурентная среда. Все мы прекрасно понимаем, как много и автопроизводители, и дилеры вместе инвестируют в скидки, в подарки и в прочие вещи для привлечения клиента. Мы все прекрасно понимаем, что даже уже в некоторых случаях и кумулятивная маржа не всех нас спасает. Данный продукт для дилера является гарантированным с точки зрения прибыльности. Я чуть-чуть попозже покажу, как наши взаимоотношения выстроены. Поэтому дилер, в принципе, здесь себя чувствует хорошо. Какие мы для себя выдвигали гипотезы и что из этого, опять же таки, подтвердилось, а что нет? Спрос на рынке существует. На самом деле мы, кроме большой пиар-волны, мы получили очень большое количество регистраций. При том, что я чуть дальше расскажу, как мы продвигали или не продвигали продукты. Регистраций было много. Их около 600. Полных заявок на подписку – 278. Полная заявка означает, что клиент передал свои паспортные данные, паспортные данные второго водителя, права и прочую информацию. То есть он так вот немножечко заморочился и все-таки подал заявку не просто в один клик. Общаясь с клиентами, которые хотели приобрести подписку и те, которые приобрели подписку, многие действительно для себя определяли то, что удобство важнее владения. Это, конечно, не повсеместная позиция, но она существует. И потихонечку начинают возникать клиенты, которые действительно так думают. Подтвердилась, конечно же, гипотеза, что мы живем в России, и у нас очень большой отказ на этапе финансового скоринга. Мы к этому были готовы. Мы были готовы к тому, что у нас очень много не пройдет клиентов скоринг, что будет очень много негатива. Это действительно так, 46% отказа. Ну и да, цифровой канал, удобство, что можно ночью, днем, утром, когда тебе удобно, подписку, заявку оформить, покоммуницировать с продавцом онлайн через личный кабинет, обменяться какими-то данными. В общем-то это очень-очень ценилось. Профиль клиента. Кто же эти люди? Ну, мужчины более рисковые. 82% у нас мужчин среди наших клиентов, 18% женщин. Средний возраст. Я думала, будет моложе. Мы все целились на 30-35, средний 40. И это не просто арифметическое среднее. Действительно, наши клиенты в основном от 35. Почти все клиенты, 76%, добавляли второго водителя. Мы регистрируем двух водителей для использования автомобиля, потому что это не каршеринг, это подписка на год, и понятно, что у всех есть вторая половина. И в большинстве случаев это член семьи, супруг или супруга. В редких случаях это водитель. Очень много клиентов, 24%, ну не очень много, но 24% у нас из всех, кто в принципе приходил на скоринг, считая не только 50 тех человек, которые вошли в подписку, а именно вот всех, кто пытались в нее войти, очень часто 24% отказывались от тест-драйва. И это при том, что аудитория не Volvo, это не лояльные клиенты. Те, у которых Volvo раньше не было, и в наших базах данных они никаким образом не зарегистрированы. Какие мы для себя сделали выводы? Действительно, усиление влияния цифрового канала на подход в выборе продукта. То есть это важно. И сам автомобиль не так важен. И отказ от тест-драйва в большом количестве, и достаточно небольшое внимание к опциям автомобиля, очень небольшое количество вопросов по комплектациям и так далее показывает нам то, что сам продукт становится чуть-чуть менее важен, может быть, потому что он не принадлежит уже покупателю, потому что он его просто использует. Клиенты торопятся. Они другие. Это не классические клиенты Volvo, которые размеренно в несколько заходов в дилерском центре принимают решение о покупке. Очень торопятся, требуют и действительно высоко ценят высокую скорость ответа на их запросы. Почти очень часто вся коммуникация, все контакты и активность от клиента идет в нерабочее время. Почти все начинается с восьми вечера и в ночь. Вот все вопросы, регистрации, комментарии и так далее. Это еще раз нам показывает то, что клиент для себя выбирает другие часы для контакта с нами. Многие действительно высказывают то, что владение считает обременением. И действительно воспринимают это просто как услугу и сервис. Что мы делали вообще с продвижением? Как все это было? Вы, наверное, помните, что в большом количестве изданий было много информации по подписке в начале июня. Но на самом деле мы не делали никаких рассылок по лояльным клиентам. Почему? Потому что мы не хотели легкого пути просто раздать машины по лояльной аудитории. Нам было вообще интересно, кто пойдет и кто будет этим пользоваться. Мы не подогревали аудиторию. Баннер провисел на нашем главном сайте всего 4 дня, и мы целенаправленно его оттуда потом убрали. Мы прекрасно понимали, что 50 машин — это немного, и создавать спрос, который будет намного больше того предложения, которое у нас было на пилот, мы не хотели. Мы и так понимали, что мы соберем достаточно много негатива на отказах по скорингу. У нас было несколько постов в социальных сетях наших, около трех или четырех, но не больше шести точно. Единственное, что мы сделали, мы сделали пиар. Но пиар мы никогда не делаем платным. Мы не покупали статьи. Здесь низкий поклон нашему пиар-директору Антону Свекольникову, который очень-очень грамотно запустил вот эту информационную волну. На самом деле мы дали эксклюзивное интервью одному изданию, потом чуть-чуть позже еще паре изданий, все остальное было перепечатано просто за день, за два. В общем-то у всех уже была новость про подписку и жаркие дебаты в комментариях от пользователей. И мы получили больше 120 публикаций где-то за неделю. Что еще? Я, наверное, это пропустила, но вот хочу вернуться назад. Дилеры не продвигали данный продукт. Ну, может быть, максимум кто-то общался с клиентами, и поначалу было очень настороженное вообще отношение вот к этому всему. Все называли меня, вот пришла Оксана, свой каршеринг продвигает, вот как-то так. Но я это не вывела на слайд в цифрах, потому что это все-таки информация для наших дилеров внутри, но мы тоже еще отметили очень интересную вещь. Мы специально, целенаправленно, никаким образом не квотировали машины по дилеру. Мы на сайте внутри личного кабинета клиента, когда он подавал заявку на подписку, вывесили для него карту Москвы, нарисовали там все точки всех дилеров, которые участвуют, и дали выпадающий список с дилерами. И отдали полностью выбор на откуп потребителя, никаким образом его не направляя. Опять же, с очередью клиентской мы работали просто в порядке поступления заявок. Это тоже была часть нашего эксперимента. Мы никаким образом никого не ускоряли и не выбирали, что у этого дилера меньше, у этого больше. Мы хотели посмотреть, что получится. И мы увидели следующую интересную закономерность, что если брать московских дилеров, у нас по обычным продажам, ритейл-деливери, все считают эти цифры, у нас там одна тройка лидеров. Если посмотреть по подписке, то там немножко другая картина. И клиент часто выбирает дилера, который, может быть, уже давно, несколько лет не продает в топ-3 по Москве, но его бренд очень сильный. Клиент все равно выбирал этого дилера. Поэтому если дилер инвестирует именно в собственный бренд, о чем сегодня говорилось с утра, кстати, это очень важно, клиент туда идет. Даже несмотря на то, что уже с точки зрения просто объема продаж другие лидеры рынка, когда он выбирает сам, без каких-то ценовых предложений, скидок и так далее, когда цена фиксированная. Так, как эта штука выглядит изнутри, и что мы, собственно, сделали? Начнем с ООО «Вольво Карс». До того, как я начну описывать схему наших взаимоотношений, очень важно отметить, что перехода права собственности на автомобиль нет. Автомобиль не продается. Автомобиль остается на балансе ООО «Вольво Карс», остается нашей собственностью на весь период подписки. Дальше мы входим в прямой договор с клиентом. Клиент подписывает договор на сайте электронно, после того, как он прошел финансовый скоринг. Это действительно прямой договор между ООО «Вольво Карс» и физическим лицом, что, собственно, для нас первый такой прецедент. До этого мы работали только с дилерами. Другие импортеры, не знаю, но, наверное, кто-то, может быть, уже тоже начинает так делать. Дальше. Мы подписали огромное количество договоров со всеми поставщиками услуг, чтобы этот сервис работал, потому что он не живет в вакууме. Естественно, мы провели тендеры и подписались с перевозчиками, с перегонщиками, со страховщиками и всеми-всеми-всеми, кто должны обеспечивать для клиента вот это вот бесшовное владение. Договоры с нами, клиент всего этого не видит, не чувствует и не знает. И, ну, конечно, мы раскрываем названия каких-то ключевых компаний, подставляющих сервис, например, как «Ренессанс». Страховая компания, клиент, конечно, должен знать, куда ему заявлять, если случится ДТП. Но все остальное клиента не касается. Это наша головная боль. И мы подписали новый отдельный договор с дилером. Текущий обычный классический договор импортер-дилер в данной схеме не работает, потому что у нас совсем другие взаимоотношения. В данном случае дилер становится поставщиком очень большого количества услуг для нас, которые мы ему оплачиваем. Клиент с дилером финансовых взаимоотношений никаких не имеет. Он год использует автомобиль, да, он заезжает к дилеру. Да, дилер много чего делает, но все финансовые взаимоотношения происходят между ООО «Вольвокарс» и нашими дилерами напрямую по заранее договоренным тарифам за большое количество сервисов. Сегодня с утра также прозвучала такая фраза. Я с ней полностью согласна, что, ребят, без серьезной инфраструктуры вы вообще никуда не улетите. И как бы вот можно рисовать что угодно в цифровом мире, но куда же вы без дилеров? Ответ такой – никуда. Дилер является ключевым партнером. И действительно наивно полагать, что, сидя в стеклянном домике на 15 этаже, очень небольшим количеством людей можно управлять вот этим всем. Нельзя. Дилер действительно является ключевым партнером, который обеспечивает большую часть всей экосистемы вокруг автомобиля. И в данном случае успех нашего пилота во многом объясняется тем, что мы договорились о взаимовыгодных условиях на этапе номер 3. Собственно, дилер выполняет все работы, связанные с автомобилем, начиная от предпродажной подготовки, заканчивая реализацией поддержанного автомобиля в конце срока использования автомобиля по подписке. Проводит постановку на учет для нас, выдачи, ТО, все-все-все, что с этим связано. Все, конечно, здорово, но штука рискованная. И нельзя здесь, наверное, не упомянуть, что рисков в этом всем много. Мы, на самом деле, первый этап реализации очень успешный. Он превзошел наши ожидания, все было быстро, интересно и стремительно. Но мы до конца сможем посчитать, попали ли мы в деньги, только тогда, когда мы реализуем автомобиль и посмотрим уже полный цикл. А это сентябрь 2020 года ориентировочно. Признаки мошенничества. Их никто не отменял, пока их, слава богу, не было. Но все мы прекрасно знаем, что какие-то вещи с неплатежами, с разбором машин, с уездом их за разрешенной геозоной и так далее начинаются где-то после пятого месяца использования. По крайней мере, по статистике лизингов и банков. Вот такая вот вещь есть, и мы ждем, что будет дальше. Первые четыре пока у нас радужные. Но, собственно, платежная дисциплина туда же. Очень большим риском вообще всего этого продукта для нас является ранний выход клиента из сделки. И мы прекрасно понимаем, что мы не можем заставить клиента 12 месяцев использовать автомобиль по подписке, если он этого делать не хочет. И если он хочет расторгнуть сделку, то ее нужно расторгать. Понятно, что мы ввели ряд мер, которые обеспечивают для нас здесь такую небольшую подушку безопасности, потому что при раннем выходе из сделки, конечно, будет пересчет. Но мы все прекрасно понимаем, что практики судебной нет. И что мы будем делать, если клиент не захочет нам оплачивать эти деньги. И будем ли мы судиться или не будем мы судиться. И какие у нас будут возможные судебные издержки. Опять же, продукт новый, практики нет. Никто не знает исход. Спрогнозировать его юристы точно не могут. А когда мы общаемся с физическим лицом, здесь такая вот тема пограничная. Вопрос, что дальше. Сейчас я открою свои картиночки. На самом деле мы пока выжидаем. Мы находимся пока еще в такой выжидательной позиции. Штаб-квартира очень пристально следит за тем, что у нас здесь будет происходить. Нам нужно подсобрать немножечко еще фактов и данных для того, чтобы принять какое-то решение о том, в каком формате идти дальше. Потому что форматов, конечно же, здесь возможно много. Большое спасибо за внимание. Давайте поаплодируем, поприветствуем. Оксана Гецова, менеджер по стратегическим проектам бренда Volvo. Спасибо огромное. Тут нахайпили люди на самом деле. Накликали, я бы даже сказал. Хотели побить, наверное, рекорд Тимоти и Гуфа. Значит, 76 лайков. Вопрос. Придется отвечать, Оксана. На время длительного ремонта платеж за подписку замораживается или Volvo не ломается? Провокация. Но эти люди здесь, в зале. 76 человек. Ответ есть. Так. Если автомобиль не мобилен более пяти дней, то мы выдаем подменный автомобиль на время ремонта клиенту. Тот же самый, XC60. Ну, это точно Volvo. Да. В каком-то случае это может быть… Какого года? Свежего. Подменный парк у наших дилеров свежий. Обычно максимум год. Это может быть XC90, может быть что-то меньшее. Может быть точно такой же XC60. Чаще всего это будет XC60, потому что это самая распространенная машина в подменном парке. В чем отличие подписки от лизинга? 25 лайков. Второй по популярности вопрос из зала. Очень похожие продукты, действительно. Очень похожи на оперлизинг. Юридически это долгосрочная аренда автомобиля. У нас нет залога, у нас нет первоначального взноса. Это аренда в чистом виде. Отличный вопрос. Варьируется ли стоимость подписки от стажа национальности и страховой истории клиента? Нет. Мы допускаем водителей, начиная от 25 лет, граждане РФ. Дальше у нас нет никаких варьирований и ограничений. Ну, наверное, все. Давайте поблагодарим человека, который смог это реализовать в нашей стране. Оксана, спасибо огромное, было очень интересно.